Друзья, всем привет! Продолжаем видеодневник обучения в институте пассивного дома на курсе проектировщика. В данном случае мы хотим сегодня рассказать про систему рекуперации. В рамках обучения институт приглашает различных специалистов. Здесь вот у нас вентиляционная установка-рекуператор Турков. Приехал представитель Иван от компании Турков и сейчас в двух словах расскажет о этой вентиляционной установке. Всем привет! Это вентиляционная установка-зенит 350 в стальном корпусе и с выносной автоматикой. Выносной автоматикой у нас представлены вот здесь на стене. Что это за установка, Иван? Это установка, которая обеспечивает подачу свежего воздуха и вытяжку отработанного воздуха. Подачу мы организовываем в спальне, в кабинеты, в зону гостиной, а вытяжку из зоны кухни, из всяких постирочных, санузлов и технических помещений. Это ХЕКА-350, да, по-моему? Да, это Зенит ХЕКА-350 в стальном корпусе. Воздуховоды все у нас подключаются в верхней части. Значит, сейчас я открою сервисную крышку и покажу, что у нас здесь внутри. А сколько она кубов? Она на 350 кубических метров в час. Такая машина подойдет для частного дома площадью или квартиры площадью до 120 квадратных метров. Значит, внутри мы можем видеть два вентилятора. Один у нас обеспечивает подачу свежего воздуха, другой вытяжку отработанного уже воздуха из помещений. Значит, воздух у нас по воздуховодам попадает в машину, фильтруется в этой зоне. Здесь у нас карманный фильтр класса F5. Далее он попадает в пластинчатый теплообменный аппарат, рекуператор. Он на себя, вот этот рекуператор, берет основную нагрузку по нагреву воздуха в зимний период. То есть у нас за счет тепла вытягиваемого воздуха греется приточный. Тем самым мы уже непосредственно в рабочую зону подаем воздух нагретый, комфортный для человека. То есть воздух у нас приточный забирается, фильтруется, проходит через рекуператор, затем вентилятором нагнетается. И здесь еще есть керамический нагреватель, чтобы повысить температуру после рекуперации до той, которую хочет пользователь. К примеру, после рекуператора вышло 17 градусов, надо до 20 или до 22 догреть. Тогда подключается вот этот нагреватель. После этого воздух попадает у нас в шумоглушитель. Шумоглушители всегда рекомендуем применять, чтобы после ветмашины не распространялся шум по системе вентиляции. И затем уже идет в магистраль и разводится по помещениям. В данном случае мы в институте пассивного дома находимся. Вот эта ветмашина организовывает вентиляцию на кабинет, который... То есть она прямо располагается в этом кабинете и обеспечивает здесь подачу свежего воздуха и вытяжку. Вытяжной воздух также у нас попадает в машину, фильтруется. Фильтр нужен, чтобы не забивался рекуператор пылью. Затем проходит таким образом и удаляется у нас в атмосферу. То есть для того, чтобы закрыть все неплотности, применяются специальные ленты рекомендуемых. И для снижения шумовых показателей, и для упрощения подключений, также применяются гибкие шумогушащие воздуховоды, которые можно видеть здесь подсоединенными к вент-машине. Мы что, можем показать, как она работает? Да, конечно. Давай вот с открытой крышкой и закрытой. С открытой? Ну, с открытой, конечно, не очень показательно, поскольку никто так ее эксплуатировать не будет, иначе у нас воздух не будет. Ну, разница. Да. Значит, машина может дооснащаться системой К-фактор. Это система, которая позволяет настраивать количество подаваемого и удаляемого воздуха. То есть в данном случае я включу третью скорость. Сейчас у нас будет изменение скорости вращения вентиляторов. Да, они постепенно начинают увеличиваться по скорости. То есть машина пытается добиться скоростей, которые у нее заложены в программе. С открытой крышкой это не получится сейчас нормально сделать, потому что вообще эти скорости выставляются на основании перепада давлений, который создается между вентилятором, ну, до и после вентилятора, грубо говоря. Вот, то есть сейчас мы с открытой крышкой этого не получим. Но вот так вот она шумит, грубо говоря, на первой скорости с открытой крышкой. Сейчас я закрою сервисную крышку для обслуживания. Это ваш, да, пульт, который вы сами придумали? Да, это сенсорный пульт настенный нашего производства. То есть у нас вся автоматика нашего производства. Пульт поставляется в комплекте с оборудованием. Также в комплекте идет кабель для его подключения. По умолчанию он 10 метров. При необходимости можно увеличить там хоть до 100. Итак, вот у нас машина с закрытой крышкой. Мы активируем, к примеру, вторую скорость. Здесь у нас отображается количество подаваемого и удаляемого воздуха. Для большей наглядности можно зайти в соответствующее меню. И вот здесь вот демонстрируется у нас следующее. Первая, вторая, третья строка – это у нас скорости. И желтым указаны расходы, которые относятся к этим скоростям. Снизу у нас фактически значение расходов воздуха, фактически мощности вентилятора в процентах и давление, которое создается. То есть сейчас у нас машина поймет, что у нас крышки закрыты, все окей. И со временем настроит работу таким образом, чтобы у нас на подаче было 220 кубов и на вытяжке также было 220 кубов. На это нужно определенное время. Сейчас она на второй скорости, да? Да, сейчас она на второй скорости у нас работает. То есть постепенно машина проанализирует то, что у нас закрылась крышка, изменились давления и отрегулирует работу вентиляторов таким образом, чтобы добиться баланса. Также, если у нас вдруг загрязнятся фильтры, ничего страшного, машина поймет, что у нас увеличилось сопротивление и тем самым увеличит мощность вентиляторов для того, чтобы побороть увеличивающее сопротивление фильтра. А когда придет время менять его, то в машине есть таймер замены, который просигнализирует пользователя о том, что пора поменять фильтрационные материалы. Заказать их можно у нас, либо у наших партнеров, с которыми мы работаем. Друзья, ну вот такое вот небольшое видео, небольшой обзор вот этой вот системы рекуперации. Спасибо большое Иван, что не отказал в видеоролике. Если что, звоните к вам, обращаться, какие-то вопросы будут, можно, да? Да, конечно, наш инженер всегда готов ответить на любые технические вопросы и помочь с подбором оборудования. Спасибо большое, что позволили принять участие в видео и рассказать про вентиляционное оборудование. Все, всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok